Сегодня я вам расскажу о жуткой истории Йозефа Фритцля, который 24 года насиловал дочь и прятал ее в бункере. Дело Йозефа прогремело на весь мир в 2008 году, когда правоохранители узнали, что на протяжении 24 лет он насильно удерживал собственную дочь в подвале. Помещение было переоборудовано под звуконепроницаемый бункер, поэтому отчаянных криков юная Элизабет не слышала даже ее мать, жившая двумя этажами выше. Все эти годы Йозеф жестоко избивал, оскорблял и насиловал девушку. Возможно, она так и осталась бы в своей клетке, если бы не случайность, но обо всем по порядку. Йозеф Фритцель появился на свет 9 апреля 1935 года в маленьком австрийском городке Амштеттен. Его отец Франц Фритцель служил в армии, а мать Роза Фритцель большую часть времени вела домашнее хозяйство, так как не могла работать по состоянию здоровья. Поэтому маленькая семья жила довольно бедно, а когда отец бросил жену с ребенком в 1939 году и отправился на поиски лучшей жизни, им стало еще тяжелее. Были времена, когда Йозефу и его матери даже нечего было есть. Тогда на помощь приходили знакомые и соседи. Позднее мужчина описывал своего отца как безответственного неудачника, который постоянно изменял матери и называл его ничтожеством. По словам Фритцля, нацистское прошлое Амштеттена оказало на него огромное влияние. В 1938 году весь город радостно приветствовал Гитлера. На каждом доме висели флаги со свастикой, а их жители рукоплескали, когда фюрер всего лишь проезжал мимо. «Эпоха фашизма, в которой я рос, означала тотальный контроль и уважение к власти. Думаю, я прихватил кое-какие ценности из той жизни. Конечно, подсознательно», рассказывал Йозеф. В 1941 году по железной дороге Амштеттена регулярно перевозили войска на Восточный фронт. Совсем неподалеку от дома Розы Йозефа Фритцли находились два концентрационных лагеря. Еще в раннем детстве Йозеф понимал, что там происходит. Им с матерью пришлось пережить довольно непростые времена. Уход отца, бедность, война, тяжелый послевоенный период. Но, как рассказывал Йозеф, его мать была сильной женщиной. Именно она научила его дисциплине и сдержанности, заставила ценить тяжелый труд. Была сурова, когда это требовалось. Позже выяснилось, что моментами Роза Фритцель была даже слишком строга к своему отпрыску. Знакомые называли ее настоящим тираном и поговаривали, что мальчик часто ходил в синяках, а всю свою ярость выплескивал на кошках и собаках, убивая их у себя дома. В 16 лет парень окончил школу и поступил на учебу в техническое училище. Там он успешно окончил профессию электроинженера, а после выпуска устроился на работу в местную металлургическую компанию. Вскоре он познакомился с девушкой по имени Розмари. Между молодыми людьми завязался бурный роман. Когда они заключили брак, Йозефу был 21 год, а его супруге всего 17. Их брак было можно назвать счастливым. И Йозеф требовал, чтобы Розмари полностью соответствовала стандартам его строгой матери, а покорная супруга хоть с трудом, но пыталась это выполнять. За время семейной жизни у Йозефа и Розмари родились два сына и пять дочерей. Фритцель всегда хотел большую семью, и, как выяснится позже, ради этой цели готов был пойти на самые ужасные поступки. В 1959 году Йозеф Фритцель впервые попал в полицию по обвинению в эксбецианизме. Немного позже мужчина изнасиловал двух девушек в городе Линце, пробравшись к ним в дом поздно ночью и угрожая ножом. Только одна жертва пожаловалась на него в полицию, поэтому Йозефу удалось отделаться полтора годами тюремного заключения. На тот момент у него уже было четверо детей от Розмари. Когда мужчина вышел из тюрьмы, супруга приняла его обратно. После того, как в 2008 году об истории Фритцеля узнал весь мир, в полицию стали поступать заявления от других жертв маньяка. Так выяснилось, что за всю свою жизнь он изнасиловал как минимум 40 различных девушек. Но сейчас не об этом. Давайте выясним, за что Фритцеля в свое время приговорили к пожизненному заключению и прозвали его дьяволом во плоти. В 80-х годах Йозеф всерьез занялся недвижимостью и приобрел несколько участков в родном городе. Местные жители считали его успешным бизнесменом, хотя на самом деле ради этого дела мужчине пришлось влезть в крупные долги. При этом внешне он всегда выглядел солидно. Дорогой костюм, машина, перстни на пальцах, вычищенные до блеска туфли. Спустя 10 лет все записи о его предыдущих судимостях утратили срок давности и были уничтожены, поэтому перед горожанами предстал вполне приличный предприниматель и семьянин, не имеющий проблем с законом. Но его жена и дети прекрасно знали, каким он был на самом деле. Сестра Розмари, фрицель Кристина, рассказала, что вся семья жила в постоянном страхе. Он держал их в строгости, а за любое непослушание жестоко наказывал. Дети не должны были издавать ни звука, пока их отец находился в комнате. Если они нарушали правила или забывали сказать «пожалуйста» или «спасибо», он принимался бить их, приучая ходить по струнке. Розмари позже рассказывала, что в тот период полностью зависела от мужа, так как нигде не работала и не имела образования. Пользуясь этим, супруг всячески издевался над своей возлюбленной, публично унижал ее, оскорблял, избивал, запрещал высказывать свое недовольство, а за любое непослушание снова избивал. «Я была так счастлива, когда его не было дома, но его возвращение приводило меня в ужас. Эта скотина избивала меня и детей. Он относился к нам не иначе, как к отбросам. Я ненавидела этого подонка. Мой брак целиком состоял из побоев и скандалов», рассказывает женщина. Тем не менее, женщина даже представить не могла, каким монстром был ее супруг на самом деле. Когда я видела, как Йозеф Натмаш бьет ребенка по лицу, а дети заливаются слезами, мне всегда было жаль Розмари и ее семью. Я делала все, чтобы убедить ее уйти, но она была безнадежна. Она говорила мне, что уйти от Фритцля она хочет, но не может сбежать с семью детьми на руках. Она понимала, что Фритцль станет преследовать их и вернет обратно. Она оставалась его женой только из-за детей, рассказывает подруга Розмари. И все-таки в 1973 году женщине удалось сбежать от мужа тирана. Правда, детей пришлось оставить с ним. Она съехала из дома и жила в гостинице, принадлежащей Йозефу, где вела все дела. Иногда Йозеф привозил к ней детей и оставлял их на выходные, но большую часть времени они все же проводили в том месте, которое сейчас называют домом ужасов. Все дети Фритцля постарались как можно раньше создать собственную семью, ведь это был их единственный шанс избежать гнета отца. С родителями остались жить только умственно отсталый Йозеф-младший, который служил им мальчиком на побегушках, и младшая дочь Элизабет, самая красивая из всех сестер. Фритцль называл Элизабет своей любимой дочерью, но это вовсе не означало, что он относился к ней, как это подобает любящему отцу. Наоборот, он ревновал девочку ко всем ее одноклассникам, ругал ее за слишком яркий макияж, вызывающую одежду, мог наказать, если она посмотрит вслед какому-то парню. Друзья Элизабет удивлялись, как у такой симпатичной и доброй девочки нет кучи ухажеров. Говорили, что она всегда была напугана, тихо сидела в углу, чтобы ее никто не заметил. После окончания школы Элизабет устроилась работать в одну из гостиниц с папой, а позже даже попыталась сбежать, но Фритцль ее нашел. О побеге девочки вскоре узнал весь город. Так она получила славу беглянке и неблагополучного подростка, что вследствие только и пошло Йозефу на руку. Ночью 28 августа 1984 года жизнь девушки навсегда изменилась. Отец разбудил ее и приказал идти с ним в подвал, где усыпил эфиром и приковал наручниками к столбу. Первые несколько недель он удерживал дочь в полной темноте. Элизабет пыталась звать на помощь, сбежать, но все было тщетно. Йозеф переоборудовал свой подвал в бункер еще в 1978 году. Для этого он подал официальное прошение в городской муниципалитет и даже получил суду из государственного фонда для начала строительства. Своё желание сделать бомбоубежище прямо у себя под домом мужчина объяснил тем, что опасается за жизнь жены и детей. Так как от Амштеттена было меньше сотни километров до границы, разделяющей запад и восток, его просьбе никто не удивился. Йозеф Фрицель спускался в подвал только для того, чтобы принести дочери еду и изнасиловать ее. После того, как девушка попыталась дать ему отпор, он посадил ее на собачью цепь. Так она провела около девяти месяцев. Теперь Йозефу нужно было придумать правдоподобную историю исчезновения дочери. Он сам написал заявление в полицию о том, что его девочка якобы пропала, а через несколько дней принес письмо от Элизабет, которому она рассказала, что ушла из дома и больше не вернется, и просила ее не искать. Письмо было написано ее рукой, поэтому ни у кого не вызвало подозрений. В будущем, угрожая расправой, Йозеф заставит Элизабет написать еще несколько посланий матери. В них она рассказывает, что вступила в секту и просит ее не беспокоить. День ото дня, с тех пор, как я запер в подвале дочь, мое положение становилось все безумнее. Мне часто хотелось рассказать все другу, но я боялся, что меня посадят, признался Йозеф Фрицель. Фрицель уверял, что первая сексуальная связь между ним и дочерью произошла уже в подвале. Мужчина рассказал, что уже не мог сдерживать свои желания. Он сильно хотел от Элизабет детей и мечтал, чтобы в бункере у него была вторая семья. И вот Элизабет забеременела. Все 9 месяцев девушка переживала, каким будет ее ребенок. Рожала она сама. Даже Йозеф на тот момент не было рядом. Правда, незадолго до этого, как заботливый будущий отец, он обеспечил ее запасом горячей воды, полотенец, пеленок, антисептика, книгами для молодых мам. В 1989 году на свет появилась девочка по имени Керстин. С самого рождения она мучилась судорогами. Позднее врачи поставят ей диагноз эпилепсия. Но в остальном была обычным ребенком. С ее рождением, по словам Элизабет, жизнь обрела хоть какой-то смысл. Теперь она должна была заботиться о Керстин. К тому же после родов побои со стороны отца немного прекратились. Правда, радоваться было рано. После рождения дочери воспаленный разум Фрицеля начала воспринимать Элизабет как жену. Он покупал ей эротическое белье, устраивал с ней свидания в подвале, ну и, конечно же, регулярно занимался с ней сексом. Уже через год девушка родила еще одного ребенка, мальчика Стефана. В 1992 году на свет появилась дочь Лиза. Тогда семейству стало очень тесно жить в одной комнате. Площадь бункера составляла всего 20 квадратных метров. Отец продолжал насиловать Элизабет прямо на глазах у их общих детей, так как деваться им просто было некуда. Но когда самая младшая девочка начала болеть, Йозеф придумал способ решить эту проблему. Мы с Элизабет все спланировали вместе, потому что оба понимали, что Лиза с ее плохим здоровьем не имела никаких шансов выжить в подвале. Несложно было уговорить Элизабет написать письмо, в котором она сообщала, что не может воспитать ребенка и поэтому отказывается от него. Может, ей и не хотелось отдавать дочку, но если она любила ее и хотела, чтобы та выжила, выбора у нее не было, рассказывает маньяк. В мае 1993 года Йозеф подкинул 9-месячную Лизу под дверь собственного дома. Кроме малыша в коробке лежало письмо, в котором Элизабет просит родителей позаботиться о дочери. В будущем Розмаре предстоит получить еще два таких послания. Женщина даже представить не могла, что все это время Элизабет находилось у них под ногами и что отец над ней жестоко издевался. Всего за 24 года своего заключения в бункере Элизабет родила Йозефу семерых детей. Троим повезло оказаться наверху. Мать Элизабет уже перестала удивляться, когда видела под дверью коробку с подкидышем. Один ребенок умер вскоре после рождения. Остальные трое всю свою жизнь провели в бункере. Дети не получали должного лечения, образования, мучились от зубных болей, были физически слабыми, заикались, находились в постоянном стрессе. Даже объединив свои силы, они не могли бы одолеть деда-тирана. Кроме того, он постоянно подавлял их психологически, унижал, оскорблял, бил и издевался. Своих внуков, которых якобы подкинула дочь, Йозеф наоборот баловал. Все семьей они ездили на отдых, дети получали книги, игрушки. После окончания учебы отправились учиться в престижный колледж. Он по-прежнему оставался строгим, но уже не позволял себе такого поведения, как во время воспитания старших детей. Возможно, в силу возраста, возможно, от усталости. Жить на две семьи и тщательно это скрывать с каждым днем становилось все труднее и труднее. Тем не менее, Йозефу удавалось находить время и на развлечения. Прикрываясь походами за покупками и встречами с друзьями, мужчина отправлялся в гей-бар или бордель, где удовлетворял свои сексуальные потребности. Дочь Элизабет уже давно перестала его привлекать, так как за года, проведенные в темнице, превратилась в дряблую, беззубую старуху. Поэтому Йозеф заказывал себе лучшую проститутку и за дополнительную плату занимался с ней сексом в подвале бордели. Это мрачное место очень его привлекало. Возвращаясь в свой родной подвал, мужчина показывал Элизабет фотографии детей, живших наверху, и рассказывал об их успехах. Так могло бы продолжаться и дальше, но однажды старшая дочь Кёрстин сильно заболела. Так как вызвать врача он не мог, Йозеф давал ей простой аспирин, а девочка в это время рвала кровью и падала в обмороке. В конечном итоге под натиском Элизабет Йозефу пришлось отвезти Кёрстин в больницу, придумав историю о том, что мать оставила дочь в таком виде на пороге его дома. Якобы она делала так и раньше, но с маленькими детьми. Сопровождающая записка, естественно, прилагалась. Врачам эта история показалась довольно подозрительной. Они видели, в каком состоянии находится Кёрстин, и не могли поверить, что любящая мать могла её довести до такого состояния. У девушки был до крови искусен язык. Тело бледное в синяках и ссадинах. Зубы прогнили и уже давно почернели. Она была невероятно худой. Вскоре ситуацией заинтересовалась полиция. В истории Йозефа было множество несостыковок. Почему мать оставила девочку под дверью? А не повезла её сама в больницу. Почему девочка в таком ужасном состоянии? Неужели она никогда не посещала врачей? Тем временем Кёрстин находилась при смерти. Её подключили к аппарату искусственного дыхания и посадили на диализ. Чтобы разыскать её мать, об истории брошенной девочки рассказывали по телевидению. В бункере у Элизабет был телевизор, поэтому она увидела тот эфир. Дочь умоляла отца отпустить её на свободу, в больницу, обещая, что ни за что не выдаст их общий секрет. И Йозеф согласился. Первые два часа на допросе Элизабет действительно придерживалась версии о секте. Но когда полицейские убедили её в безопасности, выложила им всю свою историю. На следующий день Фритцеля заставили провести оперативников в подвал, где они обнаружили остальных детей Элизабет. Мальчиков немедленно доставили в больницу, а их мучителя заключили под стражу. 19 марта 2009 года 73-летний Йозеф Фритцель был приговорён к пожизненному заключению. Его признали виновным по пяти статьям. Незаконное лишение свободы, убийство по недосмотру, изнасилование, рабство и инцест. Австрийский маньяк по-прежнему жив. Он отбывает наказание в тюремном учреждении для душевнобольных, где известен под вымышленной фамилией Мерхов. Все жертвы преступника прошли долгую реабилитацию. Сейчас Элизабет и её дети живут в Австрии под другими именами, в месте, которое никому не разглашается. Сейчас Фритцеля охраняют как минимум четыре надзирателя. Со временем у него начала развиваться деменция, и согласно последним данным на 2019 год эта болезнь прогрессирует. Маньяк не хочет, чтобы его признавали Фритцлем. Редко покидает пределы камеры и утратил волю к жизни. Однако в преступлении не раскаялся, и заводить разговор об этом также не желает. Любое упоминание о его дочери вызывает в нём раздражение. Его жена Розмари вернула себе девичью фамилию Байер. Съехала с квартиры Фритцля и живёт сейчас одна. Ей, как и большинство участников этой жуткой истории, много лет помогают психологи и психиатры. Сначала ей вместе с Элизабет и её детьми предоставили виллу для всех, но они продержались вместе только год. Элизабет постоянно упрекала мать за проявленные той трусость, пассивность и бездействие, и в конце концов вынудила её съехать. Точнее сказать, со скандалом выгнала из дома. Сейчас, благодаря работе психологов, им удаётся снова общаться. Прежде всего, ради детей Элизабет, которые привязаны к бабушке. Тепла между матерью и дочерью так и не появилась, но они вежливы друг с другом. Элизабет живёт в доме без подвала, с очень большими окнами, и все двери в нём держат настежь. В холодильнике должна всегда быть еда, иначе она и её подвальные дети чувствуют себя дурно. Кёрстин ставила зубные протезы, у неё не осталось ни одного целого зуба. Вся семья поменяла имена и фамилии. Новый дом Элизабет охраняет полиция. За одного из полицейских почти вдвое младше Элизабет вышла замуж. Он смог стать отличным отчимом для её детей. Один раз Элизабет выследили папарацци и ворвались в её дом, спровоцировав у женщины нервный срыв. Издательствам, на которые они работали, пришлось заплатить серьёзные штрафы, и больше так издеваться журналисты себе не позволяют. Подвал же, в котором Элизабет находилась в плену, в 2013 году был частично забетонирован, после того, как подростки устроили там вечеринку. Дом же был в 2015 году приобретён застройщиком Гербертом Хоуском и перекрашен в оранжевый цвет. Спустя долгие годы, здесь снова живут люди, в основном иностранцы. Многих маньяков-психопатов разоблачили за 2008-2009 годы, и вся эта цепочка спасений, арестов состоялась потому, что Элизабет заговорила.